Эта проблема стала одной из главных в городе. И вопрос этот отдельно обсуждается каждый понедельник на совещании хозяйственных руководителей в мэрии. Общий долг населения за жилищно-коммунальные услуги как был многомиллионным, так и остается. В управляющих компаниях уже не знают, что еще придумать, чтобы злостные неплательщики наконец начали раскошеливаться. В работе с должниками в ход уже давно пошли заглушки на горячую воду, кусачки для обрезки проводов. Кого-то это стимулирует к оплате, но, как отмечают представители управляющей компании, многие приспосабливаются жить в таких условиях. Несмотря на это, работники управляющих компаний не опускают рук и ежедневно практически в режиме нон-стоп наведываются в гости к должникам. Кому-то просто с беседой, а кому-то с неприятным сюрпризом. Например, после такого посещения в квартире уже не работает канализация. Вот заглушку тогда, когда только ставишь, она, конечно, никакого эффекта нету, вроде как все проходит, а потом через месяц-полтора, значит, она полностью забивается, значит, и даже вода не проходит. Поэтому, да, значит, сначала люди говорят, да ладно, значит, вроде как спустя рукава, а потом уже прибегают. Заглушки на канализацию устанавливают в квартиры самых злостных неплательщиков, у кого долг превышает 50 тысяч рублей. Таких сегодня по всему городу насчитывается практически 3 тысячи лицевых счетов. Их общая сумма долга составляет более 55 миллионов рублей. Если человек три года не платил, ограничивая его свет, воду, вы не застойте. Он уже или махровым стал, или просто у него физически нет возможности, и просто этот человек будет накапливать. Если у собственника квартиры финансы поют романцы, то практически в каждой управляющей компании ему предложат поработать в ЖЭКе. Делать это можно даже совмещая с основной работой. Но и в этом случае, как показывает практика, мало кто соглашается на такой способ погашения задолженности. Тогда за дело берутся юристы, направляя материалы в суд. По более 6 тысячам долговых дел было принято решение, но только по четверти из них, на сумму почти 61 миллион рублей, судебные приставы отработали. Взысканы же только половина. Сразу, с первого раза невозможно застать их дома, приходится несколько раз ходить. Затем вот эта сумма 31 миллион, у нас как получается еще, мы узнаем место работы должника и отправляем удержание по месту работы. То есть там получается уже периодически удержание, мы можем удержать только 50 процентов. Помимо ограничения коммунальных услуг, выезда за границу к неплательщикам применяют и более серьезные меры. Выселение из квартир с предоставлением жилья меньшей площадью.